Дмитрий Лёвочкин Кажется, спортивный зал образовательного учреждения – это уже далеко не ваш формат. Почему решили принять участие в проекте? И расскажите, пожалуйста, кто чем занимался? Нам поступило предложение помочь, скажем так, с креативом расписать школу. Мы предоставили три концепции, то есть наша студия, ревизуал. И родительский комитет, насколько я знаю, выбрал один из вариантов. И мы поехали, все команды расписали. А Андрей, он в этом проекте как раз-таки совсем другими вещами занимается. То есть он один из кураторов фестиваля «Городской морфогенесс», который проходит сейчас в разных городах России. У него более глобальные задачи. Да, то есть я его вернул из команды «310» в свой проект. И сейчас он занимается непосредственно тем, на что учился. Помогает и вносит свой вклад в развитие городских пространств. Вот так, если пока возвращаться к Яршовской школе, вот два тем более в проекте вы не участвовали. Как оцениваете работу коллег? Как всегда, на высшем уровне. Вот есть что-то, может быть, пожелание добавить? Или, может быть, вы бы сделали по-другому? Ну, каждый бы сделал по-своему. Если дать человеку задание сфотографировать что-то, что-то нарисовать, каждый нарисует по-своему. Это понятно. Скорее всего, я бы тоже это сделал как-то иначе. Но в данном случае выбирали из трех концепций различных, предложенных, визуальных. И остановились на одной из трех. Там уже больше выбор родительского комитета, я думаю, был. Дим, но концепции тоже все были три ваши, правильно? Да, все три концепции. Вот что предлагали родителям, ученикам? Была сложная концепция, такая там основана на конструктивизме. Такой с немножко старыми такими западными традициями. То есть, там отслеживаются и какой-то такой архитектурный элемент, там, Баухауса школы. И какие-то социореалистические такие манеры. Второй был более лаконичный с 3D какими-то там вставками, мечами. И более минималистичный. Вот выбрали как раз-таки минималистичный, который, в принципе, основан тоже на графике такой марочной. Как вот раньше оформляли марки в разных странах. То есть, минимализм может быть и правильно, потому что минимализм, скажем, не надоедает. То есть, он не создает визуальные шумы, то есть, нет вот такой нагруженности. Поэтому, в принципе, здесь на вкус, на цвет фломастеры разные. Вот они все хорошо были вписаны, все три концепции, в концепцию этого зала. Но выбрали именно вот третью минималистичную. Мы ее реализовали. А выбор был легким или споры были такие? Да нет, как бы все очень быстро. Мы не спорили. То есть, в том плане, что родители выбрали и выбрали. То есть, нам все три концепции нас устраивали. То есть, выбрали бы сложную, сделали бы сложную, выбрали бы среднюю, сделали бы среднюю. Но они все, на самом деле, нелегкие. Потому что нужно соблюсти вот эти вот все и пропорции, и вписать уже в созданный зал. Плюс зал уже законченный. Там уже расстановка спортивного инвентаря. Там есть и сетки висели. И уже покрытие напольное. То есть, надо все это застелить. И там много салофана и маты. Плюс обойти кольцо. То есть, эти все вещи, они такие очень требуют. То есть, работу, в общем-то, простой не назовешь. Да, больше проклеивали, на самом деле. Все застелали, создавали саму работу. Но в целом, я считаю, очень быстро команда справилась. Вот сколько времени уже? За 7 часов мы это выполнили. У нас стояла задача, чтобы школьники пришли уже в готовый зал. Потому что выходные его выбрали. В всякий случай с запасом. Вдруг что. Ну, как бы справились прямо быстро. Как школьники отреагировали? Вот не знаю, на самом деле. То есть, я как бы информацией не владею. Но мне кажется, что понравилось, потому что нам писал как и директор школы, так и куратор этого проекта. Сказали, что всем все понравилось. Все довольны. Андрей, а расскажите о вашем проекте, в котором вы принимаете сейчас участие. Проект крупный. Мы о нем уже рассказывали. Но подробности всегда никогда не будут лишними. Ну, о нем нужно очень долго говорить. Сейчас, на данный момент, прорабатываем первый самый наш этап в этом году. Фестиваль в Суничнодольске. Прорабатываем маршрут. Вставляем лайнап художников, которые будут участвовать. Ну, самая основная сложность – это выбрать из огромного количества заявок, которые присылаются. Но я думаю, что все у нас пройдет удачно. Единственное, чтобы открыли границы к этому времени. Это основная сложность. Сейчас, слава богу, вроде бы пошло у нас спад. Будем надеяться, что никаких больше волн не будет. А так там уже все подготовили, все стенки. Дима сделал свою работу, открыл фестиваль в сентябре того года. Попробовали, потестировали подсветку. Надеемся, что все 36 фасадов будут тоже подсвечены, все удастся. И будет такой уникальный прецедент в своем роде. А по каким критериям будете художников выбирать из многочисленных заявок? По-разному. Абсолютно по-разному. В первую очередь, это наличие уникального собственного стиля, техники. Известность в его мировом сообществе. И так же, как и наоборот, если мы видим, что человек, допустим, делает холсты, много делает холстов, делают какие-то малые формы, но у него нет еще в кейсе больших фасадов, муралов, и ему нужно дать зеленый свет, чтобы он дальше продвинулся в своем развитии. Мы тоже таких берем, даем шансам себя показать. Дим, ну год начался уже плодотворный, да? Хотя мне кажется, что у вас процесс такой бесконечный, и на годы никоим образом не делится. Вообще, какие планы на 2021-й? Ой, хочешь Бога удивить, расскажи ему про свои планы. На самом деле, первое, что это, конечно же, провести успешно фестиваль в Солнечной доске, потому что он будет очень крупный. Вот, 36 фасадов. Конечно, он Трехгорку не переплюнет с нашими многоэтажками. Да, есть курьезный момент, некоторые иностранцы присылают эскизы, думая, что будут такие же фестивали, как на Трехгорке, такие же большие объемные фасады. А там 5-9 этажей. Да, там 5-9 этажей, но при этом, да, то есть, там местные органы самоуправления, они пошли на то, что увидели на Трехгорке подсветку фасадов, да, и мы сейчас будем там внедрять как раз-таки подсветку сразу на всех фасадах. То есть, это будет первый моногород вообще в России, а может быть даже и в мире, который, помимо того, что он будет разрисованный, то есть, 36 фасадов, еще и будет подсвечено. Вот, кстати говоря, где легче работать, на высоких, да, таких домах, как в Трехгорке или в 6-9 этажах? Художникам проще работать, конечно же, на маленьких объемах. На 5-этажках. Но это и быстрее, как бы, и по факту это и дешевле по расходам. То есть, если просто понимать, 20-этажный дом, там, или 22, как на Трехгорке были, да, фасады, это 4-5 этажных дома, то есть, один фасад по объему, вот, ну, 10-36 фасадов. Вот, но при этом художник может больше времени потратить на маленькую форму, да, больше, еще больше постараться, вот, сложнее подсвечивать их будет, ну, хоть и дешевле. Вот, посмотрим, то есть, там создается навигация, там уже параллельно еще сделали конкурс на малой архитектурной форме, то есть, делается и парковые зоны, в количестве, там, трех штук, и какие-то активности для жителей. Жители также вовлекаем, как на Трехгорке, то есть, Трехгорка наша, Одинцовская, да, она стала своего рода прецедентом для того, чтобы во всей России начали делать подобного рода формирование именно городской среды. Я этого очень, кстати говоря, этим горжусь, потому что, являясь, как бы, жителем Одинцовой, свой родный город распечатал вот это имя. Расславил. Да, то есть, все равно все берут в пример, всегда Одинцовы, и они всегда и сравнивают. Андрей, Дим, вы сосредоточитесь только вот на этом крупном проекте, или какие-то более мелкие там же будете реализовать? Ну, еще два, потом, после него, еще фестиваль в Нижнем Новгороде и в Казани планируется провести в этом году, вот, но все, опять-таки, привязано к статусу границ, то есть, если все откроются, значит, фестивалем быть. То есть, если нет, то, не знаю, наверное, будем как-то переносить в другом процентном соотношении, будет просто состав художников иностранных и русских. Да, там очень сложная, на самом деле, идет стратегия, потому что, ну, переносить, на самом деле, мы не можем, вот, то есть, потому что мы ограничены аналитическими отчетами фонда президентских грантов. Мы уже раз перенесли, и еще раз мы не можем. Пандемия, это, конечно, форс-мажорное обстоятельство, но в то же время, как бы, хочется сделать все это качественно, в российском формате делать все фестивали, это не есть хорошо. Вот, если у нас май откроется, то я думаю, что дальше-то уже точно будет все идти на позитив, вот, но мы настроены, как бы, победно, что все-таки откроется. Сейчас, я слышал, уже объявили, что открывается пять стран. В Сибуне, да, ряд стран. Да, сейчас вот буквально я созвонился с нашим общим другом Савом, 45-м, из Испании, он сказал, что Испания открывает уже с Америкой границы, поэтому я думаю, что сейчас все будет налаживаться. А для жителей Одинцовского округа какие-то сюрпризы еще готовите? Да, мы все собираемся отреставрировать Трехгорку, прям у меня стоит такая очень хорошая цель и мечта уже, чтобы нашлось у меня время. Только, так сказать, осталось найти время. Да, но меня не отпускают вот эти вот фестивали, организации, командировки сейчас начинаются, вот, не отпускают меня как раз-таки начать создавать как раз-таки подготовительную работу для Трехгорки нашей, но ее надо делать. То есть это, безусловно, будет сделано в любом случае. Дима, Андрей, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Желаю вам успехов, чтобы все намеченные планы в этом году обязательно реализовались, ну а чтобы пандемия пошла на спад, наверное, этого хотим все мы, независимо от род деятельности. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.